здравствуйте дорогие друзья замутив всю эту тему с youtube я даже не подозревал насколько часто мне придется испытывать ненависть к тем людям которые просматривают мои ролики нет я не говорю об адекватных людях о моих подписчиков которые в целом умные образованные люди прогиб засчитан и даже не говорю о критиках которые постоянно ставить дизлайки пишут негативные комментарии но в целом их словах частенько прослеживается логика которая прислушиваюсь и соответственно улучшаю качество видеороликах я говорю о неадекватах борзоте которые нет предела о людях которые не знают рамки приличия и о тех кто даже ленится воспользоваться гуглом в общем давайте с вас с ними познакомлю будет интересно усаживайтесь поудобнее как я привет меня зовут таня и мне 12 лет я очень хочу iphone 7 плюс заметьте не просто iphone 7 или не просто iphone а именно iphone 7 плюс губа не дура но мои родители не имеют возможности купить него сейчас пользуюсь телефоном на кнопочках когда все имеют классные смартфоны может у вас есть возможность подарить мне айфон и осуществить мою маленькую мечту это моя няшечка подумали бы многие даже улыбнулись если бы не вот это несколько минут ах ты маленькая здравствуй меня зовут вадим и мне 26 лет я очень хочу nissan gtr 2017 года в обвесе nismo но у меня есть жена дети и они не хотят чтобы покупал себе такую машину пожалуйста пришли мне новый gtr и давайте осуществим мою маленькую мечту да ладно чё вы panasonic lumix j4 с объективом лейка 15 миллиметров и мне больше ничего не надо ну еще штатив ну и флеш-карту ну и все потом меня девочка забанила хотя в принципе у нее на страничке были достаточно качественные картинки сделаны может быть даже на зеркальную камеру в свое время в восьмом классе я работал под мастерем на заводе газового оборудования у мастера сварщика-рейщика по металлу и знаете почему я работал я очень хотел в то время nokia n73 боже какой-то был ужасный телефон ну это сейчас мне кажется что он был ужасный телефон тогда он был мега крутым стоил 320 долларов сделано в финляндии чувствуете нотки ностальджи в общем я на него заработал за полтора месяца а здесь как бы даже сиськи показывать не надо можно просто попросить что-то педофилии пахнет привет вадим можешь помочь мне с с я твой давний подписчик блин ребята раньше когда было на канале 300 подписчиков я мог отследить по ником кто добавился а кто нет я с радостью отвечал абсолютно на все комментарии принципе делаю это и сейчас и даже в личку вконтакте я стремился помочь абсолютно всем на этой планете многие даже не говорили мне за это спасибо но увы на данный момент ко мне ежедневно пишут в среднем 30 человек с просьбой о помощи извините я чисто физически не могу всем ответить на их вопросы и разжевать ту или иную мелочь которые легкодоступна по запросу в гугл я просто прошу задавать вопросы в комментариях к соответствующим роликам чтобы я мог на них ответить чтобы другие могли увидеть мой ответ и не задавать такого же рода вопросы но он же мало пиздец блогеры кстати это была не девушка так что пошел пошла пошло в общем на четыре стороны мне тут просили не ругаться а то даже дети смотрят мои ролики надо ставить 16 плюс начале видео хотя в принципе ничего такого не будет наверное кстати расскажу маленький секрет купив айфон вы одновременно приобретаете не только кусок железа и операционную систему которая будет регулярно обновляться вы также получаете гарантийное обслуживание и безграничное обращение службу техподдержки apple на данном не сделать это достаточно сложно нужно зайти на официальный сайт или позвонить им по телефону а звонок если ты особенно находишься не в россии достаточно дорогой но совсем скоро выйдет приложение apple support или support в принципе она уже давно доступна за рубежом а у нас она получит поддержку в течение я думаю нескольких месяцев и вы сможете им ежедневно круглосуточно задавать свои вопросы хотя лучше будьте умнее задавайте в гуглу у меня есть канал но я создал новый сейчас хочу раскрутить его надо в каждом твоем видео сказать и оставить что во первых достаточно смело я бы даже сказал борзое заявление ну надо же посмотреть что за канал у товарища может быть даже мне есть почему поучиться и тут я вижу новую игру для айос и android называется найди 10 отличий и что самое интересное на мое заявление о том что якобы он спиздил дизайн моего канала он написал я не спиздил у тебя ничего я сам решил у меня был такой канал и есть не нужно настолько банально копировать то что у меня есть и мой дизайн канала достаточно ущербный и мне еще учиться и учиться крадите лучше у вилсаком лучше вообще не крадите сделайте лучше свое что-нибудь говняно но уникально хотя бы но будет более запоминающимся хуйня обзор тупо собрал гонки но разумеется я собрал только гонки потому как видео называются лучшие гонки для с android за 2016 год кстати настоятельно рекомендую посмотреть этот видеоролик и что значит тупо собрал тупо можно просто записать геймплей и нарезать его и выкинуть в интернет я писал огромный текст озвучивал сделал переходы все это пытался как-то скомпоновать наложить музыку знаете сколько времени потратит на этот ролик много так что отлично ролик рекомендую заходите и смотрите обратите внимание что следующее сообщение не вырвано из контекста это ровно все что я получил от этого пользователя здравствуйте потому что у меня в айфоне не могу скачать как мне помогите и таких сообщений из разряда по реке плывет кирпич деревянный как стекло ко мне приходит ну процентов 15 мало того что люди не могут расставить знаки припинания и правильно написать слова они не могут даже правильно расставить слова блин я бывает сам не расставляю знаки припинания допускаю ошибки в словах кстати многое из этого и потому что у меня чисто английская клавиатура но да ладно и иногда я пишу одной рукой а вот двумя руками у меня нормально набирается ну да ладно грешок за мной есть но блин 15 процентов комментариев это печально тупые люди они везде они везде они постоянно рядом они настолько рядом что некоторые даже вы где блог страйк где mortal kombat x где modern kombat так и хочется ответить где или даже в чем мне надо возникает острое желание создать такую подборку где будут просто ну все must-have и не must-have проекты которые вы можете встретить в веб-сторе google play чтобы просто этот идиот ну просто не смог написать такой комментарий что где мой майнкрафт где мой модерн комбат хотя нет блок страйк и майнкрафт никогда не попадут в подборке на моем канале потому что тупоголовым играм с квадратными головами не место на нормальном канале скажите это только меня бесит эти квадратоголовые брызгающие слюной школьники привет а ios 10 бац 9 будет ну это так понимаю бета 9 ребята не нужно задавать такие вопросы когда выйдет iphone 10 когда выйдет ios 11 на эти вопросы не может дать ответы даже apple вы представляете и никто не может дать ответ на этот вопрос есть конечно же крутые аналитики которые распространяют кучу слухов ну к примеру отсутствие темной темы на ios 10 3 было настолько печально воспринято пользователи которых настроили вот именно такие аналитики что все начали говорить вновь 10 полное говно она нормально ребята просто не нужно слушать слухи и увеличивать свой собственный рейтинг ожидания пожалуйста и тогда и продукты будут хорошими и расстройство будет меньше привет ты конечно молодец и очень приятно непринужденно тебя смотреть но зачем ты в своих обзорах рекомендуешь программы которые сам не тестируешь хотя бы пару недель я имею ввиду облачное хранилище мега это какой-то ужас фото фоне не грузит вообще при стабильном интернете грузить через раз это выборочно потерял десяток фотографий и удалил ее давайте начнем с того что я тестирую все те приложения о которых рассказываю тем более когда не попадают в подборку лучших приложений кстати очень рекомендую посмотрите эти подборки действительно достойный софт количество просмотров и лайков это подтверждает во вторых я в тот момент рекламируем не столько приложения сколько сам облачный сервис потому как далеко не каждый сервис может предоставить 50 бесплатных гигабайт дискового пространства не ну да мы его надо дает 100 но я не очень люблю mail.ru прям такие вообще не очень и к этому сервису облачному в качестве приятного дополнения шло приложение мега для ios android и если уже на то пошло что вы нашли какой-то баг я его не заметил и это нормально потому что я не тестер и мне за это не платит то не нужно писать мне и не уж тем более не нужно говорить что ios и iphone говно потому что там такое приложение а есть такие люди которые об этом говорят вот в этом ролике я видел этого человека пожалуйста пишите разработчикам они обязательно послушают у вас выпустят патч вас плагать поблагодарят очень часто разработчики в тонком случае предлагают какие-то платные плюшки бесплатно тем пользователям который не безразличен этот софт мотайте на ус это прямо таки лайфхак влад я не влад я вадим и влад и вадим это совершенно разные имена я смотрю каждое ваше видео я выбираю между iphone 7 плюс и 7 и не могу выбрать между этими двоими телефон подскажи пожалуйста какой iphone выбрать я просто боюсь брать 7 плюс из-за того что бла-бла-бла-бла-бла подскажи пожалуйста в общем все вся проблема заключается в том что этот человек который смотрит все мои видео пропустил самое главное где специально рассказал о сравнении iphone 7 плюс iphone 7 так сказать что выбрать потому что я сам задавался этим вопросом и мучился два месяца пока ждал доступной цены на семерку пожалуйста перед тем как задавать вопрос в комментариях и уж тем более в личку сначала посмотрите ролики которые есть на канале их немного всего 180 не удалось восстановить файл iphone на iphone из-за несовместимости файла прошивки что же делать когда ключ не подходит к замку но разумеется искать ключ который подойдет к замку это же очевидно ватсон несовместимый файл прошивки означает то что вы скачали прошивку неподходящую для вашего iphone потому что существует несколько версий iphone cdma gsm так далее ты тут помоги скажи куда жать и все я тороплюсь то есть ну мое время никому не интересно он торопится айфон 4 вот такая фигня что делать что делать все очень просто открываем google шнурок айтюнс iphone шнурок и значок айтюнс решение для iphone и ipad как видеть google это просто must have добрый день вадим как у вас дела извините можно задать вам вопрос спросите у google а а спасибо уже нашел ответ как видите это реально работает как думаете собирать iphone 6 самому или нет плата на 64 гигабайта 16 к корпус 4 500 дисплей 2 300 чел с аватаркой samsung а решил собрать франкенштейна а потом люди говорят что iphone говно или может быть я что-то упустил и все сейчас так делают это может быть действительно дешево пожалуйста отпишитесь в комментариях привет можешь помочь определиться с выбором между ноутом и планшетом не знаю что выбрать выбери косметичку если честно никогда не понимал людей которые выбирают вещи из совершенно не даже так из абсолютно разных категорий это тоже самое если задаться вопросом что же мне выбрать трактор беларусь или равно дастер а может лучше купить велосипед или мозги айфоны лучше сравнивать и с айфонами или самсунгами но лучше купить айфон или гугл пиксель привет я твой самый лучший подписчик добавь меня пожалуйста вообще я очень рад своим подписчикам ну вот объясните в чем фишка добавить человека с которым ты никогда не будешь разговаривать тебе что легче станет что если в твоих трех тысячах пятистах друзьях будет и еще одна картинка с изображением канала протек вот объясните лично я добавляю только тех людей с которым с которыми либо постоянно тесно общаюсь либо имею деловые контакты у меня всего контактов 40 не потому что я не люблю пользоваться поиском и потому что я люблю быстро найти нужный контакт а лишние с которыми я не общаюсь мне просто не нужны суть этого видеоролика была не в том чтобы кого-то унизить кстати унижением это сложно назвать в первую очередь я хотел показать свою сторону нашего с вами диалога чтобы вы наконец-то поняли что всем мил не будешь что ответить на все комментарии физически невозможно что когда ты смотришь любимый сериал с женой после того как твой ребенок наконец-то заснул а до этого три часа кричал ты хочешь посмотреть сериал а не видеть 12 сообщений в котором написано одно предложение вы сядете на такого коня и достанете такую шашку что даже мне будет не по себе вот поверьте но вообще главной целью этого ролика было сказать о том что скоро у нас появится стримы на канале в реальном времени в котором вы сможете задавать абсолютно любые вопросы как по технике apple так по нашему каналу так и личные вопросы ко мне просто я хочу с вами поближе познакомиться так сказать в более ламповой атмосфере чтобы вы поближе узнали меня а я собственно смог разрулить те или иные вопросы которые возникают у вас в первую очередь это касается тех кто регулярно смотрит мои видеоролики я уважаю свою аудиторию от данного мероприятия я разумеется заблаговременно предупрежу ну и тогда скорее всего будет какая-нибудь суббота или воскресенье а те кто не подписан на наш канал обязательно подписывайтесь и следите за наша группа вконтакте в которой кстати выходят очень крутые новости буквально в одну строку а вообще в моей коллекции осталось еще огромное количество ржачных комментариях так что если вам понравился такой формат видеоролика то обязательно ставьте лайки ну и пишите комментарии с желанием увидеть следующую часть и не исключено что я ее сниму ну разумеется если это будет рентабельно ну а на этом все с вами был вадим ищенко на канале протек до скорых встреч увидимся в следующем видео кстати хочу сделать маленький анонс совсем скоро качество видео на канале станет еще лучше во много раз лучше во много много раз лучше потому что я взял кредит лошара лошара